Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим очень вкусную, сочную и ароматную выпечку. Готовится она несложно и получается очень красивой. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску кладем 200 грамм творога. Разбиваем одно яйцо. И насыпаем 3 столовые ложки сахара. Все взбиваем погружным блендером до однородности. По желанию творог можно не взбивать, тогда в тесте будут крупинки творога, но на вкус это не повлияет. В отдельную миску насыпаем примерно 280 грамм муки и кладем 160 грамм холодного сливочного масла. Масло с мукой перетираем руками в крошку. В получившуюся крошку добавляем уже приготовленную творожную смесь. Все перемешиваем сначала лопаткой, а затем руками. Если тесто получается жидким, то досыпаем еще немного муки. Мне для замеса теста всего понадобилось 350 грамм муки. Тесто долго вымешивать не нужно. Как только оно соединилось в комок, перестаем его мешать. Тесто накрываем крышкой или заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник настаиваться примерно на 1 час. Спустя час тесто достаем из холодильника и разделяем на 6 примерно одинаковых частей. Берем кусочек теста и раскатываем его в круг. Остальное тесто кладем в холодильник. Раскатанное тесто желательно посыпать 1 столовой ложкой крахмала, он заберет лишнюю влагу из ягод. Сверху на крахмал кладем ягоды или фрукты. Я галеты приготовила с малиной, голубикой, красной смородиной и персиками. Чтобы приготовить галету с персиком, его нужно разрезать, убрать косточку и нарезать тонкими пластинками. Пластинки персика выложить по кругу на тесто. Также можно сделать ассорти. Все посыпаем примерно 1 столовой ложкой сахара. Количество сахара зависит от сладости фруктов и ягод. Делаем бортики, скрепляя края теста по кругу между собой. Также на моем канале есть и другие рецепты сладкой выпечки с ягодами или фруктами. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Подготовленные галеты выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Противень ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-30 минут. Зависит от размера галет и духовки. После выпечки галеты можно посыпать сахарной пудрой. Галеты получились очень вкусными и ароматными. Начинка может быть абсолютно любая. Также такие галеты можно приготовить и с овощной начинкой. Тогда в тесто нужно добавить не сахар, а пол чайной ложки соли. Обязательно приготовьте такие галеты, это очень вкусно и просто. Если вам понравился рецепт таких галет на творожном тесте, пишите лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!